Здравствуйте, с вами Анна Балиет и программа «Открытый урок». Учебный год только начался, но в Щелковском районе за это время успел произойти немало ярких событий в сфере образования. Подробнее об этом расскажем в нашей новостной рубрике. Подведение итогов прошедшего учебного года, обсуждение планов на будущее, о развитии системы образования Щелковского района говорили на ежегодной августовской педагогической конференции. И вновь в одном месте и в одно время для педагогической общественности эта встреча всегда как праздник. В зале школы номер 17 с углубленным изучением отдельных предметов собрались порядка 500 педагогов. Подводя итоги, сегодня стоит отметить успешное завершение прошедшего учебного года, как результат работы неравнодушных людей. У нас у всех очень непростая работа, но есть главная работа. Главная, от которой зависит от того, какой наша страна будет в будущем. И этой главной работой занимаетесь вы. Скурпулезно, от первого датинского класса, от маленьких и смышленных жителей, до взрослых ребят, которые платят на выпускных, прощаясь и уходят в свою взрослую жизнь, благодаря тому, что вы им дали тот духовный стежок, тот духовный настрой общественности, общественности великих русских людей. Прошедший учебный год стал примером развития сферы образования, начала строительства, открытия новых образовательных учреждений. Кроме того, в этом году двое увеличилось количество стабальников. 15 ребят получили самый высокий балл на сдачу единого государственного экзамена. 56 школьников были удостоены губернаторской именной стипендии. Нам есть чем гордиться. Но основные цели задачи, которые мы поставили, это, естественно, ликвидация второй смены в школах и ликвидация очереди в садах. Это две основные проблемы, такая боль сердечная для нас и переживание для родителей. Поэтому мы сейчас основные силы бросаем на решение этих задач. От задач к решениям. Именно под таким девизом пройдет следующий учебный год. Работа же продолжится в условиях федеральных образовательных стандартов. Приоритетом же неизменно останется качество образования. Уже сегодня обозначены планы на перспективу строительства новых школ и детских садов, новые площадки для развития подрастающего поколения. Кроме того, с нового учебного года порядка 800 щелковских учителей, а именно классных руководителей, получат губернаторскую надбавку в зарплате. Размер надбавки составит 5000 рублей. Здесь огромные планы, огромные перспективы. 10 образовательных учреждений нам нужно построить до 2022 года. И как минимум 8 дошкольных образовательных учреждений. Изобретариум по поручению главы Щелковского муниципального района. И все это вместе нам под силу, потому что у нас замечательная команда. В наших планах сохранять свои лидирующие позиции в образовании Московской области. Также, кроме этого, обязательно нужно соответствовать тем целям, которые ставит перед нами министр общего образования Российской Федерации. Августовская конференция – это и подведение личных итогов. Так, достижения многих не остались незамеченными. В торжественной обстановке педагогов наградили за благородный труд и преданность своему делу. Звенит звонок, зовет на урок. 1 сентября – волнительный день для всех ребят, их учителей. И, конечно, для тех, кто сегодня впервые перешагнул порог школы. В Щелковском районе в День знаний более 2,5 тысяч мальчишек и девчонок впервые сядут за парты. Во всех школах прошли праздничные линейки. Так, для 125 первоклассников распахнула свои двери Щелковская средняя школа номер один. Впереди столько всего неизвестного, того, что еще предстоит узнать за чудесные школьные годы. Но одно известно наверняка – это новый жизненный этап. Для меня это большой праздник, когда дети все приходят в школу и поздравляют учителя с 1 сентября. Очень рады, что пришли дети, очень много детей со всей округи идут. Идут даже те, которые не живут вблизи школы, но тем не менее стараются попасть в нашу школу. Очень приятно. Да, приходят, говорят, что такой замечательный, молодой, красивый, теплый коллектив. Стоит отметить, новый учебный год школа встречает обновленное. За подготовительный период учреждение заметно преобразилось. Были проведены капитальные косметические ремонты некоторых залов и помещений. Обновились 16 классов, коридоры, столовая. И вот в торжественной атмосфере школа вновь открывает свои двери. Глава района Алексей Валов называет Челковскую школу номер один своей подшефной. И уже по традиции приезжает сюда в День знаний на линейку. Создается такое впечатление, что первая школа не только внутренне обустраивается, но и по количеству деток. Если взять два года назад было 320 детей, то сегодня уже 615 детей. Пять первых классов, 125 деточек идет в эту школу. И мы понимаем, что этот процесс будет только увеличиваться. Всего же в Челковском районе в новом учебном году в школу пошли более 22 тысяч ребят, порядка 800 из которых – 11-ти классники. С 1 сентября мы начнем уже готовиться к экзаменам, ЕГЭ. Это очень сложно для нас всех. Это последний год, к сожалению, в школе. Вот вообще нам очень грустно, потому что это наш последний 1 сентября в школе. В следующем году мы уже поступим в университет или в колледжи. А вот так День знаний встречает Челковская школа номер 12 имени Чкалова. Здесь порог учреждения в этом году переступили 142 первоклассников. Я хочу, чтобы меня научили английскому языку. Я хочу, чтобы я всему радовалась. Приходила домой, говорила маме, что я узнала все новое. Хочу похвалить школу и всяких учителей за то, что они меня научат правильно все делать. Я хочу, чтобы я научился плавать, читать английский, и чтобы меня тут научили писать. 1 сентября. Море цветов, улыбки и радость в глазах. Особая атмосфера. На праздничной линейке выступили победители и призеры Олимпиад школьников, спортсмены, юнормейцы. Нескольким ребятам вручили дипломы именной стипендии губернатора Московской области за успехи в учебе. Более 22 тысяч детей идут сегодня в школы Щелковского района. И поэтому, конечно, для нас это праздник. Было сделано очень многое. Летом мы подготовили учреждения образования, для того, чтобы детям здесь было уютно, для того, чтобы педагоги могли, самое главное, давать им знания и развивать, знаете, тягу к тому, чтобы учиться. И, конечно, после праздничной линейки проходят классные часы, настроен на новый учебный год, а первоклассники впервые знакомятся со школой, которая неслучайно зовется вторым домом. Дом строит! С момента той страшной трагедии в Бесланской школе номер один прошло вот уже 14 лет. Но и сегодня, спустя годы, боль за сотней невинных людей, погибших во время теракта, не утихает. Знаменитый детский врач, доктор медицинских наук Леонид Михайлович Рошаль, человек, посвятивший всего себя спасению жизни, детских жизней. Ему столько раз приходилось буквально удерживать их в руках. Так было и в те дни в Беслане. Сегодня же этот человек дает урок мужества ученикам Щелковской школы номер 12 имени Чкалова, школы, где и он сам учился. Его встречают с шумными аплодисментами, но сам доктор Мира начинает свой рассказ с минуты молчания в память о жертвах той трагедии в Беслане. Жизнь непростая сейчас, все это знают. Мы живем иногда по другим законам, да, и есть недостатки у нас. Нам все равно, знаешь, вот, когда куда-то уезжаешь, да, а потом возвращаешься в Россию, приземляется самолет, и вот сердце, я дома. Один из пациентов Леонида Михайловича сегодня обучается в школе номер 12 имени Чкалова. Слова благодарности ребенок выражает стихами, так искренне. Дай Бог вам здоровья и сил, и терпения. Спасибо огромное вам за спасение. Всероссийская акция «Урок России» проходит во всех уголках нашей страны, но ученикам 12-й школы очень повезло, ведь далеко не каждый день выпадает возможность задать вопрос человеку, что спас сотни людей, сотни их сверстников. Великий такой человек, человек на самом деле герой, очень уважаемый, это была большая честь для нас. Считаю, что таких уроков должно быть больше, чтобы молодое подрастающее поколение могло набраться опыта от таких действительно великих и всемирно известных людей. Сегодня в школе номер 12 обучается более 1200 ребят. Вот такое большое и красивое здание, где учтены все современные требования. Но когда-то школа номер 12 располагалась на улице Супруна 2. Вот оно, это маленькое, уютное двухэтажное здание. Именно здесь и учился Леонид Михайлович Рошаль. Родные стены, школа, целая жизнь. И вновь этот коридор, и тот знакомый класс. И даже на минуту кажется, что время повернулось вспять. А рядом его одноклассница, соседка с первого этажа родного дома. Ощущение, значит, такое все же радости. Рядом вот он дом, тот красный, в котором мы с ней жили. В одном доме, в одном подъезде. Она на первом этаже, и она на третьем этаже. Доктор Мира, как противопоставление войне и боли, он всегда бросал все самые важные дела и отправлялся в горячие точки, зачастую без приглашения, просто потому, что там в нем нуждались. И именно поэтому, благодаря Леониду Михайловичу и его команде профессионалов, своевременному оказанию квалифицированной помощи удалось спасти тысячи жизней. Его урок мужества, реальность, в которой мы живем. Отделение российского движения школьников Московской области сегодня объединяет более 10 тысяч ребят из различных уголков региона. Для проведения первого слета активистов организации, что дает возможность развиваться ребятам в различных направлениях, учебе, творчестве, спорте и многом другом, свои двери с гостеприимством распахнул Челковский районный культурный комплекс, собрав в одном месте и в одно время более 400 участников мероприятия. Это школьники, педагоги, представители власти, творческие коллективы. Мы очень рады, что вы здесь. Мы постараемся сделать все для того, чтобы вам здесь понравилось, и вы захотели в Челковский району приезжать еще и еще. Большая честь для нас, что управленческие органы Российского движения школьников, федеральные и региональные, приняли решение здесь провести первый слет. 56 школ Подмосковья приняли участие в первом слете регионального отделения Российского движения школьников. Движение значит вперед. Главное для РДШ вырастить и воспитать достойное поколение граждан, сформировать у ребятов правильную систему ценностей. Я надеюсь, что наша с вами встреча, она будет полезна. Мы сможем поговорить о вас, о Российском движении школьников, о траектории развития организации. И вы отсюда уедете с новыми эмоциями, с новыми идеями. Ходясь в организации, каждый из ребят получает возможность находить и раскрывать грани своих талантов. Цель слета – определить дальнейший алгоритм развития движения, планирования деятельности в новом учебном году, взаимодействия с другими регионами. За последнюю только неделю у нас уже, мы рады приветствовать, новые четыре площадки. И на данный момент у нас 56 образовательных организаций. Система вебинаров, где педагоги могут общаться друг с другом, передавать опыт и делиться какими-то своими наработками, методическими материалами, возможно. Также действуют социальные сети, такие как ВКонтакте. Открыт канал Московского областного отделения РДШ. Он действует с 18 июня, где ребята также могут участвовать, выкладывать свои материалы и общаться друг с другом. В ходе встречи были вручены специальные сертификаты РДШ школам, которые подтверждают вступление учреждений в организацию. Были отмечены ребята, их руководители, которые проявляли себя в течение прошлого учебного года, становясь призерами и победителями различных конкурсов, те, кто активно развивает основные направления организации. Гражданская активность, информационно-медийное, военно-патриотическое направление и, конечно же, личностное развитие. Всероссийское движение школьников Московской области все это активно развивает. И, конечно же, школьники Щелковского района также здесь активно себя проявляют. Ученик Щелковского лицея номер 14 имени Гагарина Артемий Шаранов победитель Всероссийского конкурса «Мы граждане России» в рамках российского движения школьников. В конкурсе принимали участие более 700 ребят из различных уголков нашей страны, но Артемию удалось войти в двадцатку победителей. Надо было рассказать, кто такой человек, что такое личность. Российское движение школьников было образовано в октябре 2015 года в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина в цель организации совершенствования государственной политики в области воспитания молодежи. Отечество, патриотизм, мужество – все эти ребята знают, какой смысл сокрыт в этих словах. И каждый из них понимает, что пополнить ряды Всероссийского движения Юнармия – ответственный шаг. Ведь теперь им доверено беречь славные традиции нашей страны. В торжественной атмосфере школьники произносят слова юнармейской присяги словно клятву на верность Родине. Всегда быть верным своему отечеству и юнармейскому красству. Идут! Вы перед лицом товарищей произнесли те самые важные, самые нужные, самые нагрестные слова. Это очень важно ступить в ваше жизни. И мы надеемся и уверены, что вы принесете своей стране только пользу и сделаете нашу страну более хорошей и счастливой. Посвящение в юнармейцы волнительны для всех. Для них 30 учеников Монинской средней школы номер один имени Фололеева день. Теперь в школе сформирован юнармейский отряд «Импульс». Впереди же ребят ждет множество различных акций и мероприятий патриотической направленности. Занятия же будут проходить в специальном кабинете. Открытие класса юнармейца – подарок учреждению от Министерства обороны Российской Федерации. Здесь его очень ждали. Ребята, вам повезло, что вы попали в первый отряд. Это уже вошло в систему нашего девятого центрального управления. Мы открываем сегодня второй класс и формируем третий отряд. Я думаю, что мы на этом останавливаться не будем. Хотелось бы еще раз вас поздравить. Помещение оснащено компьютерной техникой, проектором, оборудовано всем необходимым для занятий. Это первый подобный класс юнармейца в Щелковском районе. Стоит отметить, по сложившейся традиции, кураторство над юнармейскими отрядами берут военные части нашего района. Мы старались оснастить класс современным оборудованием. Здесь уже у ребят есть ноутбук, соответственно, домашний кинотеатр, ну и, соответственно, проекторы, принтеры для оснащения. По медицинской подготовке, соответственно, у них будет макет. В соответствии с планом подготовки юнормейцев, произвести именно с завтрашнего дня уже подготовительную программу, в которой мы развиваем суть и вопросы всего движения. Соответственно, это у нас учитывается основа подготовки, физическая подготовка, строевая подготовка, и ребята будут заниматься. Юнармия – это как продолжение истории наших предков, наших корней. Это ответственность, прежде всего, перед ними. Также в юнармии выступают не просто люди, ну, любые люди, а выступают очень достойные, ответственные люди. И также вот когда мы выступали, я очень горд за своих друзей был, за наш отряд и за себя в том числе. Для меня быть юнормейцем – это значит защищать свою страну. Традиции, которые передаются из поколения в поколение. Любовь к родине, память о подвигах героев Отечества. Цель юнармии – патриотическое воспитание молодежи. Сегодня сотни ребят из Щелковского района состоят в этом движении. О таких людях, как героиня нашей следующей рубрики «Личность в образовании», хочется говорить и говорить. Анна Степанова – учитель, человек, отдавший своей благородной профессии десятки лет. Недавно она отметила свой 90-летний юбилей в кругу родных и близких, друзей, коллег и учеников. Родилась Анна Степанова в деревне Алексеевка Московской области. В многодетной семье было четверо детей. Скажу сразу, в жизни нашей героини было немало испытаний. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения. Часто проводит уроки мужества для подрастающего поколения, чтобы помнили своих героев, завоевавших победу. Без тыла победы-то не было. Я считаю просто обязанностью нас, вот таких людей, ходить и рассказывать, чтобы ребята видели, что мы еще живы, что мы что-то делали. И поэтому рассказываю, вот начиная с 13 лет, как мне было началась война, что в этом возрасте делали. И вот так постепенно, постепенно. Выросла я в семье многодетной. В 42-м году отец ушел на фронт. У мамы нас оставилось четверо. Когда закончила 7 классов, встал вопрос, куда идти дальше. В Ногинске, где я жила, было два учебных заведения. Докатически пошла. После училища было три места по распределению в пединститут, одной из которых и предложили наши героини. Мама спросила, я как сейчас помню, Ань, ну ты куда, куда тебя распределили на работу? Я говорю, мам, я взяла направление в институт. А сколько же тебе еще лет учиться? И я говорю, мам, четыре. А, так долго, мама сказала. А отец мне сказал, дочь, никого не слушай. Иди и учись. Это был 47-й год, послевоенное, трудное время. К поступлению готовиться было просто некогда. В перерывах между вступительными работа на сенокосе. Но знания, полученные в педучилище, помогли поступить в высшее учебное заведение. Приняли. Правда, вот в общежитии мест сразу не нашлось. На моем жизненном пути встретилось очень много добрых людей. Я до сих пор верю, что доброты все-таки больше, чем плохих людей. Что делать? Я пошла в Гурген Аварцумович Нагипетян. Армянин был декан факультета. Я пришла к нему забирать документы. Не расстроилась абсолютно, что я без общежития, у меня есть профессия, я пойду работать, а институт я закончу заучной. Он меня расспросил, все досконально. Я ему все-все выложила о себе. Вот он смотрел на меня и говорит, Феоктистова, я тогда была Феоктистова, Феоктистова, месяц где-нибудь прожить можете? Я говорю, ну а что с того будет, если я месяц где-то промотаюсь? Я вам дам общежитие. После окончания института первым местом работы нашей героини стала школа в поселке Апрелевка. Коллектив с теплом принял нового сотрудника. Мне было там так хорошо. Вот я считаю, что этот коллектив меня сделал учителем. Перевернулось все-все-все-все у моей души. Директор настолько мудрый и умный человек, пожилой человек был. Он меня защищал везде и всюду. В Щелково наша героиня переехала после замужества. Хочу отметить, муж Анны Захаровны, Федор Васильевич и сам работал преподавателем в химтехникуме. В городе мест в школах для учителей истории не хватало. Первое время Анна Захаровна работала запасным учителем при Горано, но волей судьбы оказалась в школе номер 6. Также работала во второй средней школе. В Щелковской гимназии проработала с первого дня ее открытия до 2005 года. Но и сегодня здесь наша героиня – частый и желанный гость любого мероприятия. Поколение щелковцев помнят ее уроки истории. Если надо сказать о коллективах, мне на них везло всегда. Вот где я работала, все коллективы хорошие. Коллектив второй школы был очень хороший, коллектив шестой школы. Вот сидит Алла Акравна, Раиса Михайловна, вот Надежда Михайловна Симовна. Это золото. Были заложены такие хорошие традиции в школе. Одна из этих традиций, вот они сидят за сегодняшнего дня здесь со мной. Не было праздника, чтобы они меня не поздравили. Свой юбилей 90 лет наша героиня отмечает в кругу самых родных и близких коллег и учеников. Но помимо того, что Анна Захаровна учитель от Бога, она еще и счастливая мама, любящая бабушка. Дети Татьяны и Дмитрий пошли по стопам родителей, став педагогами, правда, дополнительного образования. Работают в Щелковской детской музыкальной школе, где и сами когда-то учились. Теперь передают свой опыт подрастающему поколению. Я был военным дирижером в Сибири, но после смерти отца вот ушел из армии. И вот давно уже работаю в Щелково. И очень нравится мне. И с вокалистами работала во дворце, и с хореографической, в хореографической школе работаю с удовольствием. И в музыкальной школе моя основная специальность. Всегда хотела быть учителем, всегда. Вот. И я думала, что если я не поступлю в музыкальное училище, то я, значит, вернусь в 9 класс и пойду, как мама, потом после 10-го пойду уже в педагогический институт. Вот. Ну, так получилось, что я поступила в музыкальное училище, потом в институт и стала, ну, преподавателем по классу фортепиано. Вот чего бы я не изменила спустя 90 лет, да, я бы не поменяла профессию. Метод моей работы – убеждение, убеждение, доброта. Вот они, наверное, меня, ребята, понимали, и я их... Сегодня мы поговорили о самых ярких событиях сферы образования в Щелковском районе, рассказали о интересных людях. И на этом наш выпуск подходит к концу. С вами была Анна Балиета, программа «Открытый урок». До встречи в эфире.